Каким был уходящий для города год, в котором Гродно являлся культурной столицей Беларуси? Библиотекари и руководители учреждений культуры собрались за круглым столом и подвели итоги. Более 300 праздничных мероприятий разного уровня, в том числе международные пленеры, баллы, фестивали. Вспомнить есть что. Жители всего города косвенно или напрямую принимали участие в концертах, развлечениях на любой возраст и вкус. Пока одни активно отдыхали, другие напряженно работали. В стенах библиотеки имени Макайонка не один час работники культуры вспоминали, как реализовывались новые проекты. Обсуждали лучшие моменты жизни города в уходящем году. Мы подготовили электронный продукт, который будет интересен не только в этом году, а надолго для наших жителей. Электронный продукт называется «Библиотека информации для всех». Это информация о наших художниках, писателях, музыкантах, спортсменах. Хорошие наработки для популяризации культурного наследия нашего города в этом году появились не только в централизованной библиотечной системе. Проект «Живая история», созданный студентами Купаловского вуза, не остался незамеченным. Арт-площадки, посвященные известным художникам и композиторам, выступления музыкантов и клоунов, выставки автомобилей собрали сотни гродинцев. Удачно стартовал и проект «Музыка городенских улиц». Песни в живом исполнении, в разных жанрах, на разных инструментах, на живописных улицах города – прекрасная находка для культурной столицы. К слову, в текущем году шла активная работа и с приведением надлежащий образ памятников архитектуры. На Держинского-1 был открыт обновленный Дом культуры. Надо сказать, что этому дому уже более 100 лет. И когда он был дом народовый, и теперь он концертный зал Центра культуры города Гродно, по сути, он свое назначение не изменял вот последних 100 лет. Ну и поскольку, опять-таки, это учреждение культуры, то, наверное, для нас это в этом году очень значимо. Как показала встреча за круглым столом, новые формы работы в год, когда Гродно стал культурной столицей Беларуси, появились у всех. Осталось подытожить, лучше позаимствовать, ухватиться за идею и реализовать ее в следующем году. Алла Мничко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Субтитры создавал DimaTorzok